Мы еще раз сегодня будем благодарить Господа мысленно, когда готовимся, чтобы слушать Слово Господне, за то, что Господь подарил нам сегодня еще один день, чтобы, как не однажды сказал апостол Павел, и я повторял неоднократно, чтобы что-то, что сегодня еще дополнить нашей вере. Вы помните, апостол Павел говорил, хочу прийти к вам, чтобы дополнить то, что недоставало веры вашей. Может быть, с области знания, с области Слова Божия, чтобы мы знали, как поступать перед лицом Господним, особенно, когда бывают трудные вопросы, когда мы стоим на перекросках каких-то дорог, я имею в виду жизненных, или нам приходится выбор какой-то делать, то, когда мы вникаем в Слово Божие, когда у нас правильно поставленная цель, то мы всегда наши решения будем сообразовывать с конечной целью. А я знаю, что наша конечная цель – это спасение Божие. И потому в сегодняшний день я хотел бы, чтобы Господь благословил нас, и вот то, что мы сегодня слышали в самом начале, оно очень важно для нас. Я не помню, говорил ли они, чем здесь у нас барановичек или нет, но вот тот текст, который брат Сирожа прочитал сегодня, он дает один ответ или обращает внимание на одну истину, как Бог называет свой народ. Он его по-разному называет. Мы имеем такое имя, что мы Церковь Христова, члены Тела Христова. Это все правильно, что в свое время будем сиять, как светило на тверде, навеки, навсегда. Но вот то, что сегодня было прочитано, говорит, и народ – глина. Это очень важно. Потому что если мы сегодня не будем глиной, то мы никогда не будем звездами, в конце концов. Вы понимаете, как это все-таки интересно? Если мы не будем глиной, не будем мягкими, не будем податливыми обработке Божией, то мы никогда не сможем занять достойное место на небе. И потому есть сегодня я и ты глина. Если можно что-то сформировать, переделать, перестроить, то у нас есть будущее. Но если до нас уже не достигает ничего, это очень плохо. Потому что однажды пройдет время, когда Господь поставит в сторону. Я тогда был в Бресте, я очень коротко говорил на одну тему. Я вспомнил из 80-го псалма один текст Писания, когда Господь сказал, говорит, я оставил их, пусть они ходят по помыслам своим. Знаете, это хуже нет. Это самое страшное. Если Бог судится, с одной стороны, это трудно, потому что если Он уже начинает работу делать, тогда никуда не уйдешь. Но это значит, что Он имеет дело. А вот когда Он оставил, он говорит, ну и пусть ходят по своим помыслам. Человек ходит, ходит в собрание, вроде бы молится, вроде бы ищет что-то. И вроде бы Бог ничего не говорит. Когда ему говорят, что надо что-то исправить, говорят, а что исправлять, Бог ничего мне не говорит. Знаете, это очень опасно. Вот пусть ходят, пусть идут. Раз говорил, два, три, четыре. Нет. Ну, значит, нет. Ну, и ходи себе. А работы никакой не производится над сердцем. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы и в сегодняшний день, когда мы будем слушать Слово Господне, чтобы мы были уподоблены этой глине мягкой. Знаете, в свое время печать ставили на глине. Помните? Оттиск. И когда душа в том, что сегодня работает, то он оставляет оттиск на нас. Он преображает нас. Значит, сегодня где-то у нас, не знаю, я этого не видел, но когда иногда приходят документы из-за рубежа, то там печать не просто, вот, чернилами, но она еще и вдавленная. Она еще и вдавленная в придачу. Вот эта истина осталась на сегодняшний день. И вы знаете, что печать делает ценным документом. Если ты печать уж щелкнули, но ничего не выдавили, и следа не осталось. Этот документ недействительный. Если даже кто-то пытался поставить печать, вы меня понимаете, что я говорю, но на ней ничего не осталось. А документ без печати, это не документ. Поэтому мне очень хотелось, чтобы сегодня, когда мы будем слушать Слово Господне, чтобы Дух Спиатый мог как печатью преобразовать нас. И вот то, чего недоставало в сердце нашем, может быть, какие-то заповеди были удалены, они просто как-то были временем затушеваны, или, может быть, мы перестали обращать на него внимание, то Господь очень часто не просто новое что-то говорит нам, Он просто повторяет старое. Может быть, в другом варианте, более доходчиво, более глубоко, но оно, вот это действие Божие, должно оставить место в нашем сердце. Измененное место. Дух Спятой коснулся. А если это все твердое, ничего не касается, ну, вы знаете, что, ну, это очень опасно и плохо. И я просто вспомнил, кто помнит брата Горнова, вы, наверное, его помните многие, кто в то время уже был верующим, кто ходил в собрание, он однажды поднялся и выразил такую озаботленность, что, брат, что помолите за меня, я не знаю, что со мной происходит, может, меня Бог оставил, почему? А вот, он, наверное, наблюдал за собой и видел, что что-то повторяется греховное, говорит, я повторяю грех, а Бог молчит, ничего не делает. Он готов был не просто поменяться, но если даже Бог что-то, мир и какие-то предпочитает, как мы говорим, крутые сегодня, но уже тогда видно, что Бог работу делает. А когда вот так оно все идет, человек смотрит раз за разом, раз, два, три, четыре, и ничего, и не может понять, в чем дело. Я бы хотел, чтобы сегодня Слово Божие, оно, как написано на печати было, чтобы оно сегодня коснулось сердца нашего. И потому мы в прошлый раз разбирали первую главу второго послания к Тимофею, я возвращаться не буду на некоторые вопросы, но здесь Павел обратил внимание на ложный стыд, который бывает. Я сегодня вот это повторю, потому что это то, что очень часто преследует нас, как детей Божьих. И он говорил, что «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым с силой Бога». Не стыдись благовестия. Знаете, вот этот ложный стыд, он очень часто, ну, мешает нам открывать уста и свидетельствовать о Боге. И Павел говорит, «Не стыдись благовестия, не меня, узника Его». Ну, в то время он был в узах, в то время был трудных обстоятельств. И когда человек попадает в узы, это только вот такие натуры тонкие, которые чувствуют движение Духа Святого. Они тогда не будут сомневаться, почему Павел в узах, они будут понимать, почему. Но если где-то есть духовная глухота или слепота, тут же начинается рассуждение. А почему попал? А почему? А для чего это стало так? А почему тут, наверное, не все в порядке? Наверное, уже Бог хочет, чтобы он замолчал. Поэтому очень важно иметь тут чувствительное сердце. И Павел это знал. Он знал, что вот то неприятное, что происходит с нами, оно многими расценивается по-разному. И он здесь учил, говорит, «Не стыдись благовестия Христова, не меня, узника Его». Почему Павел так говорил? Потому что он передавал благовестия Христова. И у кого-то он был, ну, на высоком месте поставил, а у кого-то и нет. И он просто убеждал Тимофея, что ты не смотри, что люди будут говорить, когда узнают, а кто ты тебе так научил? Говорит, Павел. А, Павел? Да знаем мы этого Павла. Он учит, что надо грешить, чтобы благодать Божия умножилась. А Павел говорит, я никогда такому не учил. Это не просто вы думали, что я так учил. И вот он говорит, это же не просто, он говорит, ты стыдишься благовестований, а потом меня, или наоборот. Потому Павел здесь и сказал, и для него это было, но нелегко переживать, то, что он видел. И говорит, но страдать благовестием Христовым, силой Бога. Вы знаете, вот эти вещи, без силы Божией видеть нельзя. И страдать за благовестие без силы Божией невозможно. Вот если ради собственного авторитета, да вы помните, когда Павел говорил, ну, разве за благодетеля кто-нибудь расшиться и умереть, помните? Он понимал хорошо, что из-за себя люди идут на различные подвиги. Но за имя Божие, если не будет присутствия силы Божией, не будет исполнения Духом, все это им, невозможно перенести эти скорби все. И здесь Павел говорит, что без силы Божьей никто не может страдать во имя Бога. Потому что по-человечески все это перенести невозможно. И дальше он говорит еще другую важную вещь такую, что почему люди не могли принимать этого благовестия? Я читаю еще один цикл. Девятый стих начинаю читать. «Спавшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Вот это людям было непонятно. Как это Бог может спасать таких людей, ну, как разбудник на Христе? Вот хороших людей спасать. Говорят, они просто не понимают, что Христос зовет званием святым. Он не смотрит на прошлую жизнь, что ты там делал, как ты там ходил, как ты там понимал в свое время. Он просто призывает, говорит, «Приди ко мне, покайся, и я исправлю тебя». И уже когда ты ко мне придешь и будешь жить по-прежнему, там же будет другой разговор. Но покуда ты еще не пришел ко мне, то ты зовешься званием святым. Не по заслугам, не по делам, не потому, что ты хороший или плохой. Совсем не по этому. Потому что Писание говорит, что люди во грехе рождаются. И нет никого святого. Рождается ребенок, он уже говорит, Давид говорит, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя, но ты, говорит, ты вел мне мудрость внутрь дал. И потому Господь зовет званием святым. Потому что мы, может быть, еще ничего не сделали, а уже греховную натуру заработали. Помните, я вам говорил, как Яковс и Саввам дрались во чреве матери. Вот еще во чреве матери он запинал брата своего. Поэтому, когда ученики говорили, кстати, прошла одна мысль, кто согрешил, он или родители, что родился святым. Значит, не такие они глупые были, как сегодня проповедники говорят. А как это можно, говорят, родиться? Наверное, поглубже стали, чем мы сегодня. Наверное, читали, как Яковс и Саввам дрались, да и спрашивают его. Правда, там Господь сказал, говорят, никто не согрешил, ни он, ни родители. А просто для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Поэтому, хотелось бы, чтобы вы сегодня понимали, что когда Павел вот так вот проповедовал и говорил, то, конечно, евреи, которые спасались делами, время закона, делай и будешь жить, конечно, они его не принимали. Конечно, они говорили Тимофею, кого ты слушаешь? Что он тебе рассказывает? Он говорит, ты, Тимофей, не стыдишь благословения Христова и меня, узника его. Наверное, вот фаришей, книжники, которые держали законы ветхого, наверное, но в Библии не написано ничего, наверное, говорили, что Павел сидит, потому что Бог допустил. И причину называли, потому что он пошел против закона. Он проповедует нечто, что неудобно разумительно, вот и сидит. И Павел разбивает вот эти мысли, говорит, ты, говорит, не слушай, но страдай с благовещием Божиим, силой и Богом, спасший нас и призвавший званием святым, не по делам нашим. Вот что такое звание святое. Не по делам, но по своему извалению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и нетление через благовестие. Оказывается, Господь существовал и слава Божия существовала еще до вековых времен, когда еще времени не было. И вы помните одно интересное место? Говорит, Отче, прослав меня славою, которую я имел у Тебя еще прежде в создании мира. Я так думаю, а что же было тогда? Вот теперь я понимаю несколько. Огромная вселенная, а тогда еще этого не было. А что было? Ну, был Христос, был Бог, была слава у Христа. И она просто еще была умножена Отцом, для которого Господь все создал, эту огромную вселенную. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня еще обратили внимание на одну деталь. Конечно, вопрос спасения – очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Ну, допустим, ну, почему один пришел в церковь, раз упал, и нет у него. А другой с чем раз падает и приходит. Ну, почему? Один же вроде такой хороший человек, ничего плохого не скажешь, никак не может покаяться. Тот, который был на самом дне, пришел покаяться. Ну, как это еще понять? Но я одну деталь хочу сказать, потому что есть такое мнение, и оно неправильное, что Бог кого-то предназначил к спасению, а кого-то предназначил к погибели. И берут место Писания, что еще прежде вековых времен. Да, во Христе Иисусе прежде вековых времен было положено «будут спасаться люди». Но Бог не назначил одного в ад, другого в рай. Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Он только сказал, и что прежде вековых времен, что только во Христе будет спасение, и кто примет его, тот спасется. а кто примет? А это уже, ну, вы знаете, что очень тяжело рассуждать на эту тему. Ну, почему? Один услышал один раз где-то нечаянно запало в сердце, а другой живут христиане 40 лет рядом, и хорошие, и ноль. Но если так рассуждать, тогда в Библии противоречия найдем. Бог хочет, чтобы что? Чтобы все люди что сделали? Погибли или спасли? Пошли. Сколько? Все. Все. Поэтому я просто хотел бы еще раз подчеркнуть вот эту мысль, потому что я редко теперь слышу, но иногда слышу, когда люди говорят, ну, если Бог назначил меня во спасение, то я приду, а если нет, то в какой смысле идти? Это ошибочное мнение. Естественно, вот то, что я сказал, я не мог раскрыть всю тайну спасения, потому что это вопрос, который, ну, не подсуден, не подвластен, чтобы расшифровать почему так или иначе получается. Здесь связано и с нашлицственностью, и с благословением, которое кто-то молился до тысячи родов. Ну, все, ну, трудно, невозможно все охватить. Но я просто не хотел бы, чтобы эта мысль неправильная владела каким-то сердцем. Если Бог хочет, то спасет. А если Бог не хочет, то я ничего не сделаю. Это неправильно. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но от самого века, когда еще ничего не было, он видел наперед все и положил, что спасение будет только во Христе. Только через Него и никак не иначе. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы раз, навсегда отвергли эти мысли, которые участвуют, дьявол смущает сердце наше. Но по своему изволению и благодати. Изволение воли Его, чтобы спасти. Но благодать, милость незаслуженная. Мы очень часто сегодня сбиваемся не на правильные рельсы. Что я этим хочу сказать? Что бы мы ни делали, как бы мы ни молились, как бы мы ни старались, но все равно мы спасены по милости. Если я молюсь много, и Бог отвечает, не потому, что я много молюсь, а потому, что Бог хочет отвечать, хочет миловать. Вы понимаете, что я хочу сказать? Если я сегодня что-то очень хорошо и много доброго делаю, то не поэтому Бог спасает, а по милости, потому, что сделает тысячу, сегодня тоже было пошло, то добрых дел, и одно плохое, и непокаящее, и все. Поэтому как бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, мы хорошо понимаем, что мы спасены милостью Божией. Но чтобы эта милость была наша, то иди и возьми. То иди и возьми. И просто хотел бы еще раз сегодня подчеркнуть для кого-то, что если даже мы имеем обетование Божие, то за них надо сражаться. Вот еще одно заблуждение. Если Бог положил в своем плане дать мне то, что даст. Не совсем правильно. Бог даст тогда, когда ты захочешь взять, и будешь идти туда, где оно положено, где оно лежит. Мы очень часто ошибаемся и говорим, Господи, ты обещал и не дал. Бог никогда обманывать не собирался, никого и не обманывал никогда. Но что-то со мной было, что-то с тобой произошло, что-то было еще неудобно вразумительное. Еще раз подчеркну, чтобы мы сегодня это понимали. Впрочем, я могу ни один текст священного Писания подвести именно под ту мысль, которую я еще не высказал. Вы помните, Петр говорит, что вам говорит, от божественной силы его даровано все необходимое для жизни и благочестия. А дальше помните, что написано? То вы прилагая к чему, что даровано, покажите ваши веры. Понимаете? вам даровано, для вас сделано, оно лежит, то вы прилагаете ему все старание ваше, а это много значит все старание ваше. Я часто вспомнил один пример, я когда еще был студентом, я занимался борьбой, я всем занимался понемножку, я очень часто проигрывал, почему? Я две трети использовал силы, а одну третий чем-то копил, не знаю зачем. Вот был предел. И редко было, когда полностью маханулся, а тут как паралит мозга какой. Вот есть предел, а дальше зачем ее хранить, зачем оно надо, вы меня понимаете? Вот не прикладываешь усилий. А Писание говорит, вам все даровано, то вы предлагаете ему все старание ваше, покажите в вашей вере. Добродетель, добродетель, рассудительность и так далее. Я уже не повторяю, это все то, что вы на память все знаете. Если мало вот этих текстов, я приведу еще одно событие жизни Израиля, когда Иисус Навин делил на уделы землю всем коленом Израилевым. Они бросали жреби, Он им говорил, что им положено взять, а потом разделил, сказал, а теперь берите мечи и идите завоевывать, а я буду с вами, вы победите. Ну, понимаете, разделил, пожебил, мы поняли, разделил, додал, карман пошел, больше ничего не надо делать, оказывается, нет. вот удел ваш, вот ваша территория, вы знаете, что есть ваше, а теперь я буду с вами, но выберите ваше оружие, идите завоевывайте. Конечно, сегодня мы с оружием дела не имеем, мы сегодня не завоевываем территории земные, но чтобы завоевать свободу для себя, надо проложить усилий и немало, иначе просто-напросто ничего не получится. Пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы не попали в эти сети, но правда, я так вот посмотрю, как дьявол ловко вклинивается в учение. А зачем ты так стараешься? Ты просто Богу не можешь довериться. Вот ты поверь, и все само собой придет. А то, что ты стараешься, молишься, почишься, бежишь куда-то, это уж ты стараешься своими собственными силами победить, ничего у тебе не получится. Ничего подобного. Это не собственными силами. это путь, который Бог предложил и на который Он отвечать будет. Иначе зачем тогда написано стучите, ищите. Ну, помните эти места описания? Потому что человек в вере это человек действия. Это непосимный человек. Вера заставляет действовать. А как действовать? А вот так как написано «просите и получите». Не написано «попросите и получите». Так не написано. Вы разницу видите? Просите и попросите. Почти что одинаково звучит. Но это совершенно разные вещи. Или поищите и ищите. или стукните один раз и стучите. Написано «стучите», правда? И я не раз говорю почему-то сегодня может кому-то это надо этому. Вообще-то оно не уписывается сегодня в разбор. Я как-то вышел из этого разбора. Но просто еще раз напомню простая практика из нашей жизни. Когда к вам кто-то постучал ну теперь уже звонки теперь проще. Но раньше стучали в дверь, когда приходили к кому-то. Вы никогда не бежали на один стук. Вот кто-то стукнул раз. И вы кинули и все бежали. Нет. Вы начинаете прислушиваться. Потом ага, значит кто-то стучит. Это не просто воробей клюнул в окно. Это стучит кто-то. Потому что не один раз. А по первому стуку вы никогда не будете бежать никуда. Вы просто на встрече ваш слух и будете прислушиваться. Ага, второй, третий. Ага, точно кто-то пришел. Это кто-то стучит. Потому что раз, два, три. От одного стука никто никогда не бежал никуда. Пусть Господь благословит нас понимать все эти вещи, которые сегодня нам предложены. И это не новые. Но я хотел бы, чтобы оно было в арсенале нашем. Но подчеркиваю, единственное, что надо бояться. Когда мы много делаем что-то для кого-то добра, когда мы молимся много, когда мы просим много, надо только бояться гордости. Чтобы это было не из гордости. Вы меня хорошо понимаете? Сегодня люди, чтобы достигнуть чего-то высокого, они и убогие иногда вот этим мотивом пользуются. Хочу быть великим, хочу быть пророком, хочу быть, хочу быть, быть. И вот тогда то крах получается. Потому что Бог гордым что делает? Противится. Он не просто не обращает на них внимания, он им противится. А это разные уровни отношения Бога к человеку. Он не просто игнорирует, он не просто обращает внимания, он противится. А смиренным что делает? Дает благодать. Вот что губит людей. Не то, что немного молятся, не то, что немного делают, не то, что немного проповедуют, а то, что ими движет гордость. И вот этого надо бояться. и пусть вот этот мотив, пусть вот именно внутреннее желание, которое подстегивает нас делать что-то, всегда будет нами контролировано. Почему я это говорю? Для чего я это делаю? Какие мотивы моих поступков? Потому что как бы там ни было, я не раз об этом говорил, а сегодня еще раз повторю, что для Бога очень важны наши мотивы. Для него важно все. И финал, и результат. Но мотивы стоят на первом плане. Иногда мы что-то делаем, и мы часто повторяем, и так бывает, говорят, хотел как лучше, а получилось как нельзя хуже. Такое бывает. И со стороны людей это будет осуждение от и до, но не со стороны Божьей. А вот еще даже очень хорошо получилось, но у меня мотив был завоевать авторитет себе. Со стороны людей похваль, а со стороны Бога нет. Это будет ноль. Вы понимаете, что я хочу сказать. У Бога оно не отметится как нормальное явление. Хотя со стороны ну отлично будет выглядеть. А мотив какой? Пусть Господь нас благословит сегодня, чтобы мы были бодрствующими людьми. Потому что у нас и так достаточно проблем. А еще с гордостью будут проблемы, с исканием своего будут проблемы, вот тогда будут проблемы, действительно будут проблемы. И дальше Павел говорит по своему изболению благодати, данной нам во Христе прежде вековых времен, открывшись ежи ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Вот смотрите, насколько сильно, насколько важна проповедь Слова Божия, благовестие. Я вижу жизнь и нетление через благовестие. Если взять Иисуса Христа, там не только слова, там была Голгофа. Ему надо было, чтобы спасти нас, перетерпеть многое. Для нас же сегодня мы просто через благовестие принимаем голгофскую жертву Христа, имеем спасение и жизнь и нетление. И все это делается через благовестие. Но когда я говорю благовестие, я имею ввиду чистое учение, не извращенное, не поверхностное, а вот на той глубине, на которой оно доступно для человека на сегодняшний день, на которой Господь как раз и ставит нас. Поэтому хотелось бы, чтобы мы особое внимание обратили на благовестие всех. Вы помните, что Писание говорит, что Слово Божие есть сила Божия ко спасению. Помните послание к Крымлинам? Вот мы как раз его недооцениваем. Но именно оно имеет огромное влияние на сердце человека. Вы наверное помните пример. Я уже не помню, кто его рассказывал. Я не помню, как давно это было. Но я помню одно свидетельство одного из братьев, когда кто-то говорил довольно такую длительную и долгую проповедь. И когда проповедник, ну не знаю, что он хотел знать. Это наверное тайна сегодня для нас. но задал вопрос одному человеку. А что тебе запомнилось более всего из моей проповеди? Он ответил так. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал силу на свой динар. Ну а что я тогда говорил вообще? Ну есть это центральное, это самое главное. Оказывается, что сильно на сердце повлияло? Может быть даже не рассказы, которыми проповедники пользуются и слезы вызывают у людей. Но у него вызвало именно особое влияние. И что-то особенное произошло в сердце от этих слов, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий погиб, но имел жизнь вечную. А я не хочу сказать, что примеры, которые мы проводим, я провожу кто-то, они не нужны. Но все они должны способствовать тому, чтобы сердце человек открылось для Слова Божьего, чтобы он принял его. Если примеры отводят от Слова Божьего, они никому не нужны. А вот если примеры помогают раскрыться сердцу, и тогда Слово Божье оказывает сильное влияние, они нужны тогда такие примеры. И Павел здесь говорит, что почему он ценит свое служение, почему он советовал Тимофею, чтобы он страдал с благовещием Христов, говорит, потому что благовещие Христово это путь победы над смертью, это путь внетления, это путь спасения открывает. Разрушившего, как интересно написано, разрушившего смерть. И явившего жизнь и нетленье. Вот две стороны Слова Божия. Они разрушают смерть, Слово Божие указывает на грех, что является причиной смерти, что является причиной разрушения. Это первая половина, и она стоит на первом плане. Если не разрушить греховные узы, если не свободиться от греха, тогда невозможно идти путем жизни. Невозможно исполнять Слово Божие и требования Божие, которые не могут быть выполнены, если грех держат на месте. Понимаете, что я говорю? Хочется. Что значит, что имею ввиду хочется? Внутренний человек, разум нас, голова, она понимает, вот как надо жить, вот так надо делать. А плоть ни за что не хочет сдаваться. И получается тормоза. И Павел вырос, что благовестие Божие в первую очередь разрушает смерть, а потом являет жизнь и нетление, и все это происходит через благовестие. Значит, благовестие говорит и о смерти, и о жизни. В какой пропорции? А как часто звучит одно или другое? Это уже другой вопрос. Но это две стороны одной монеты. Нельзя без покаяния исправить жизнь. И еще раз повторю сегодня, что некоторые люди потому не могут жить святой жизнью, не могут быть в церкви, они просто не покаялись. Они не покаялись. Они просто играют роль христианина. А играть роль христианина непросто. Это нелегко. Почему я так сказал? Потому что покаяние это тогда, когда человек выходит ли он перед церковью или опускается дома на колени, когда он просит прощение за соделанные преступления, которые он делал, за грехи, которые совершили. Очень часто. Может быть, я зря говорю очень часто, но, наверное, нередко. Пусть будет так. Когда люди выходят и плачут, они оплакивают свое здоровье потерянное. Они оплакивают карьеру, который погубили. Они оплакивают всем неразрушенное. Но это не является покаянием. Покаяние будет тогда называться правильно покаянием. И это будет покаяние, когда человек оплакивает грех, который к этому привел. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня у нас было трезвое понимание, что такое покаяние. Потому что люди, которые мне объяснили, что такое покаяние, это калеки. у у них нет успеха. Им трудно идти вперед. Они часто отступают от Бога. Им предлагают вернуться на покаяние. Они говорят так, а мы уже каялись и ничего не произошло. А на самом деле никакого покаяния не было. И может быть это наша вина, что мы всегда объясняем, что такое покаяние. Покаяние производит перемену. человеку хочется святого, он не будет томиться в собрании. Он не будет мучиться и страдать, и ждать, когда наконец кончат молиться. А если человек не может выдержать собрание, не может выдержать 10 минут помолиться, что-то не то. Что-то не то. Надо что-то поглубже пересмотреть. И даже исповедь часто не бывает покаянием. Исповедь это углубленное покаяние. Когда уже не просто прости мне то, 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 прости. Конкретно. А покаяния нету. Человек любит грех. И такое покаяние вы испытывали не раз в своей жизни. И сами так исповедовали. Приходили на работу, когда были неверующие, и рассказывали сколько выпили, как подрались. Вы же исповедовались. Вы же называли вещи своими именами. На покаяние то не было. Это была исповедь, да. Когда человек рассказывает открыто то, что он делал, что никто не знал, это он исповедовался. Но там не было покаяния, там не было сожаления, наоборот хвалились, что не я убегал, от меня убегали. Ну и так далее, и так далее. Это не то, что надо, а благовестие, чистое Христово, оно учит, оно не боится говорить о грехе. Вы наверное помните времена, 90-е годы, когда началась вот эта перестройка, и было такое время, когда говорили, не говори о грехе, люди не пойдут. А какая польза с них, когда они с грехами будут ходить, что с них пользует? Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Я помню, один из братьев наших, он теперь уже где-то далеко, там за кордоном, однажды пришел ко мне, говорит, я еще жил там на Жуково в своей сестре, приехал домой, говорит, сколько ты будешь говорить о грехе, говори о благодати, говори о том, что Бог любит. Я говорю, ну как, я пастор, ну, тебе да, ты призвал людей, бросил мне, и делай с ними что хочешь, а мне то надо их разгружать, ну, ты вот, выбери один день, да и говори про все остальное, говорю, ну, спасибо, ты мне предлагаешь один день в неделю быть пастором, остальное время лишь бы кем, ну, говорю, а как дальше, ну, а кто же будет говорить, а ты говорит, что думаешь, что Дух Святой не может обличить без тебя, а я думаю, а что ты ко мне пришел тогда, ну, а что ты ко мне пришел тогда, разве Дух Святой без тебя не способен миловить тебя, но я хотел показаться сразу на дверь, сказать, о, пожалуйста, дверь, есть Дух Святой, ты обличай, а ты что ты ко мне пришел, но я этого не сделал, сдержался, но хотел на дверь показать, сказать, что ты, ты учишь одному пусть Дух Святой делает, а сам пришел ко мне, ты что, Дух Святой что ли, как один из братьев сказал, в свое время, договорились там где-то, ну пусть уже Дух Святой действует, ну Дух Святой действует, мы сегодня назначаем, кто-то будет говорить первый, второй, хотя всегда говорим, но если будет что-то, то ты посиди, но и тоже так договорились, ну, спели псалом, кто пойдет, а никто не идет, но один из братьев толкает его сзади, иди, он так вот поглядел и промолчал, ну давайте еще один псалом с вами спели, опять, никто не идет, он опять у спину, Коля, иди, он говорит, ты что, Дух Святой что ли? Мы же договорились, что Дух Святой будет делать, поэтому вот с этой точки зрения, действительно, Дух Святой хочет делать, но когда люди не готовы, не приготовлены, ну, это немножко чуть другая тема, ответвление я делаю, тогда уже лучше, чтобы был порядок и назначенный, а так вообще ничего не будет, ни одного, ни другого не будет, вот мы иногда вот там комбинируем вот так все, но, но все-таки хотелось бы, чтобы Дух Святой и сегодня коснулся наших сердец, я говорю, и я думаю, что я не просто, не напрасно говорю на сегодняшний день, я не собирался этого говорить, но иногда бывает так, что собираешься говорить одно, тем более, это разбор, разбор, это уже не подбираешь тему, идешь по порядку, но тем не менее, все-таки сегодня это важный вопрос, потому что через благовестие, через Слово Божие, сначала разрушается смерть, а потом будет жизнь и нетление, и смотрите, как по поводу нетления строго стоял вопрос, и в День Апостола где-то написано так, что проповедовали Иисуса и воскрешение, все слушали, но когда сказали о воскрешении мертвых, тогда им заявили, ну об этом мы тебя в другое время, Павел, послушаем, вот это все, оно как-то ну с трудом укладывается, а уже воскрешение мертвых, и вот мы сегодня наверное на это не очень-то обращаем много внимания, на воскрешение мертвых, не знаю что это, или мы уже твердо уверены в этом, или это недостаток наш, не знаю, но это очень серьезный вопрос, и помните, мы когда-то читали, наверное еще коснемся этого вопроса дальше, когда апостол Павел предал сатане, возбуждение плоти имени Александра, помните, которые говорили, что они говорили? Что Христос не проходил, или жертвы не было пронесено? Не, в этом, наверное, у них был порядок, но они что говорили? Что воскрешение мертвых уже было, и Павел говорит, и разрушают в некоторых веру, я, признаться открыто, тоже не совсем понимаю важность, почему именно эта сторона так важна была для апостола Павла, потому что евреи, они вообще верили в воскрешение мертвых, вы помните, Иов говорил еще, брат еще до потопа жил, вы помните его слова, которые он сказал, что человек ляжет и не встанет, до скончания неба он не пробудится, и не воспранит от сна своего, вообще в Иове очень много написано воскрешение мертвых, и, но для Павла, может быть, со Христом было связано, что в нем воскресение вполне возможно, но воскрешение мертвых, вот финал, в конце концов, нашего пути, это уж таки есть воскрешение мертвых, и для Павла это было очень важно, и на сегодняшний день очень важно знать, что спасение, жизнь вечная, долгие лета жизни не в медицине, не в открытиях научных, которых сегодня медицина открывает, не в науке заключено, оно заключено во Христе, Иисусе Голгоф скажет, и все, да, мы сегодня даем отчет, чтобы дожить до дня, когда Господь нам определил, все помогает, и уколы, и медикаменты, и все, но только до дня смерти, а там приходит время, и ничто не помогает, все, последний шаг, последнее движение по земле, и отправляйся, и никакое светило не поможет, ну, а за то, что в этом промежутке мы что-то имеем, конечно, благодарение Богу, наверное, и я сегодня уже не ходил бы, если бы что-то не было, хотя я и другие имеют свидетельства конкретные, открывшую же ныне явление Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлю проповедникам и апостолам и учителям язычников, вот три категории людей, от которых зависит сила и чистота благовестия, проповедник, апостол и учитель язычников, все это, конечно, у Павли сочеталось, наверное, у нас не все сочетается, но в нем это все сочеталось, и сказать умел, и на уровне апостолов власть была, и учитель был, умел научить, умел разложить по полочкам, по всей причине и я и страдаю так, но не стыжусь, вы знаете, как много людей стесняются своих страданий, не хотят, чтобы видели их больными, не хотят, чтобы видели их стариками, называют себя по-разному, была такая, а стала вот такая, стыдно, Павел говорит, по всей причине я и страдаю так, хотя там страдания были другого характера, я уже не сравнив их, страдания от болезней каких-то, но любое страдание, оно все-таки проносит какое-то искушение человеку, почему, почему, и, наверное, у вас тоже, первый вопрос стоит, за что, почему, живем в этом мире, как бы мы ни старались, но для Бога, если бы он захотел увидеть нас недостатки, наказывать, то при всем нашем желании каждый день было бы выше головы, выше головы было бы, мысли, поступки, неправильное направление и так далее, и так далее, у него нет такого намерения, но все-таки страдания приходят по различным причинам, важно в это время быть на должном уровне, на своем месте, я вспоминаю слова апостола Павла, они, конечно, не связаны со страданиями, они связаны с жизнью, когда помните, он сказал, я умею жить, где умею, в каких обстоятельствах, умею жить в скудости и умею жить, как в изобилии, жить, это не просто существовать, жить, это то, что Бог понимает жить, это верить, это иметь связь с небом, это делать то, что тебе положено делать, и делать не только тогда, когда все хорошо, но тогда, когда кажется, все встает против, чтобы не делал, Павел говорил, умею жить, скудости, в изобилии, говорит, я всему научился, а почему, а потому что Бог допускал в его жизни все вот это, но, в один и духом святым, он прекрасно ориентировался, и любое страдание, любая обстановка, никогда не помрачал его рассудка трезвости ума, он всегда понимал, что Бог хоть не утребует, вы помните, я когда-то проповедовал здесь, когда апостол Павел в темнице оказался, и потом основания от темницы потрачились, помните, узовщих ослабили, двери подкрывались, ну, по-человечески, что надо было делать Павлу? Слава Богу, Бог видит, что меня незаконно посадили через двери и ходу, а правильно, вы помните, там в Ефешии бунт был и так далее, вы помните это событие? Забили в колоду, темничный страж караулит, правда, там темничный страж, очень интересно, караулит, он спал, вот так он караулил, спал, и вот проснувшись, увидел, пробудившись, что двери темницы оттворены, узы ослабели, и схватил меч, и хотел умертпить себя, вы помните слова Павла? Ничего не делай себе, все мы здесь, ну, ну, как вас тогда понять? Он, очень тонко чувствовал, что от него Господь хочет, и он не убежал, я не знаю, что я сделал бы, но верно сказал бы, поблагодарил Бога, слава тебе, Господи, за то, что это чудо произошло, открытые двери, бежать надо, но Павел не ошибся, а там вообще пошел на перекос, темнишный, страш, вместо опять заковать кандалы, взял, забрал, повел домой, кормил целую ночь, там каялись, плакали, он совсем не думал, что мы голову могут снять, вы знаете, римские законы, где-нибудь читали и слушали, уснул на посту, сбежали узники, голову снимали, а там никому голову не сняли, ни Павлу, не до этого было, узнали, там еще вот Дух Святой повернул вот так, потому что Павел говорил, я знал, там дальше мы будем читать, а я знаю, в кого уверовал, и я знаю, что я делаю, вот наша проблема очень часто заключается в том, что мы не всегда уверены в том, что мы делаем, согласен Бог с нами или нет, если бы была вот эта твердая уверенность, нас не грызли бы сомнения, но когда нечто вот получается не совсем нормально, это уже сомнение приходит, а почему? А в чем проблема заключается? Где корень скрыт той или другой неудачи? Павел по всей причине я и страдаю, но не стыжусь, он знал, что он делал, и я знаю, кого уверовал, он имел с ним связь постоянную, и уверен, что он щелен сохранит залог мой на он и день. Ну, что такое залог? я специально выбрал еще места залоги, ну, и оказывается, почти все часто говорят, что это Дух Святой. Я вам прочитаю, разбор, это не проповедь, я просто их прочитаю еще. Первый текст, второе посадение к Коринфянам, первая глава, 21-22 стих, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Залог Духа дал в сердца наши. Следующий текст, это второе посадение к Коринфянам, пятая глава, 4-5 стихи, ибо мы, находясь в этой хижине, имеется в виду в теле нашем, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На все самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И опять залогом назван Дух Святой. Третий текст, посадение к Коринфянам, первая глава, 13-14 стихи, в нем и вы, услышав Слово истины, благовесование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела его, похвалу славы его. И опять залог Дух Святой. Второе посадение к Тимофею, первая глава, 10-12 стихи, я перечитаю то, что я недавно читал. Открывшись же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем и язычником. По всей причине я и страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю, кого уверовал, и уверен, что он сохранит залог мой на оный день. И последний текст. Как хранить залог? Вот тут уже будет интересно. Второе посадение к Тимофею, первая глава, 14 стих. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в вас. То есть храни Дух Святой через сам же Дух Святой повинуешь Ему. Другого пути нет. Я специально немножко нудную эту часть сделал, но я перечислил все места, где написано о залоге. Может быть, есть эквивалент какой-то залога на ту же самую тему, но я просто его не нашел. Я просто взял конкретно залог, залог Духа, залог Духа и просмотрел, что же является залогом. Дух Святой. И храни добрый залог опять Духом Святым живущим в вас. Пусть Господь благословит нас и поможет нам, чтобы мы понимали эти вещи. И подчиняясь Духу Святому, находясь под Его водительством, могли сохранить Дух Святой, который живет в нашем сердце. И тринадцатый стих очень интересный. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Дух Святым живущим нас. Вот то я еще раз перечитываю. Вот что Павел советует. Держись образца здравого учения. Что такое образец? Это то, с чем сравнивается что-то какие-то другие вещи, о которых надо дать какую-то характеристику. Хорошая она, плохая она. Есть еще подобие, Бог нас сотворил по образу и что? И по подобию своему. Подобие есть подобие. И когда мы берем слово образовал, в нем тот же самый корень образ. Он придал образ определенный. И вот здесь очень интересно. Вы знаете, я вот так вот думаю и как-то не могу на эту глубину проникнуть полную. Образец и подобие. Он создал человека по образу и подобию своему. Мы знаем образ наш. И когда мы смотрим на окружающий мир, мы всегда человека отличим от животного. Правда? У него свой образ. Но мы не все одинаковые. Вот образ один, но мы не все одинаковые. Мы просто подобны один на другого, да? И вот есть образ и есть подобие. И образ никак нельзя нарушить. Представьте себе, что у вас выросло два носа. Сказали бы, урод, по образцу должен быть один. Или допустим, четыре уха выросло. Сказали бы, урод, по образцу надо два уха, а носы то у нас разные, но курносы у меня длинные осадов, как картошка. Нос есть нос, нечто есть общее, и тоже самое не совсем одинаковое. И Писание говорит, когда мы им веду образец, он не терпит подделки. Уже подобия не надо. Здесь нужен образец. Вы меня понимаете, что я хотел сказать? Мы носим образ человека. И Христос, Бог, когда пришел на землю, говорил, имел образ раба, образ человека, принял образ человека. Но он опять-таки имел какое-то подобие. Говорит, подобие нам всем был. В служении есть образец и есть подобие. Христос дал образец молитвы. Когда молитесь, говорите так, Отче наш, сущий на небесах. Мы часто повторяем эту молитву. Мы сначала преклоняемся перед Ним. Не просто преклоняемся. Когда мы говорим, Отец сущий на небесах, мы благоговеем перед Ним. И вы помните, чьи молитвы Бог слышит? Ты слышишь молитвы благоговеющих перед тобою. А уже сама молитва, уже мы не молимся одинаково все. Вы понимаете, что я хочу сказать? А вот благоговение, без этого никуда не пойдешь. Эту образец, это образ, это уже не подобие. Есть подобие, есть образец, настоящая радость, она вызывается Духом Святым, глубиной звучащего Слова Божия. Поддельная радость, она от плоти исходит, это подобие. Вы помните, что в свое время некто один из царей очень захотел иметь служение, как там где-то в Дамаске было, у Ширийского царя. И он медный жертвенник отодвинул, а подобный поставил. Вы помните, Яраваам увел служение, подобное, как Господь предложил через Моисея, но он там чуть-чуть поздвигал все. И уже было подобно, уже было подобно, это уже было не образец. А Господь говорил Моисею, помните, когда он скинию строил, говорит, устрой скинию по образцу показанному тебе на горе. Он не сказал, что чуть-чуть подобно, пусть будет, и нормально, точно сделай все. Я очень хотел бы, чтобы вот то слово, Божий, которое мы читаем сегодня, Павел сказал, это образец. До этих границ я могу молиться не так, как Давид молился, своими словами, хотя, наверное, лучше, чем он я не помолюсь, я это понимаю хорошо, но благоговение, поклонение Господу, признание его своим царем, это необходимо, да придет царствие твое, да будет воля твоя, мы так молимся, правда? Это образец, мы так должны понимать, потому что нарушая волю Божию, никак не прославишь Господа, никак не может быть такого, вы помните, Писание говорит, что молитва нечестивых, что есть перед Господом? мерзость, это значит, лучше бы ты не молился вообще, то так было бы лучше, ну, что им нет всегда нечестивых молитв, не тех людей, которые споткнулись, упал и тут же плачут, а которые скрыл, которые делают зло и рисуются неизвестно кем, вот молитва нечестивых мерзость перед Господом, чтобы мы не спутали две разные вещи, иначе каждый из нас будет считать себя нечестивым и вообще перестанет молиться, мерзость не носить, я не имею это в виду, но, коль Господь говорит нечестивых, ну, то значит речь идет как раз о нечестивых людях, не о тех, которые где-то вырваться из плена не могут, Бог наоборот очень тонко их выслушивает и понимает, вот, кто противится явно, это совсем другой вопрос, и вот Павел здесь говорит, держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Я хочу сказать, что для нас в Священном Писании апостолом Павлом оставлено именно то, что не меняется веками, на что не может влиять никакая культура. Вот то, что нам в Писании советуют делать, как жить, это божья христианская культура, которая никогда не меняется. Это приличие, это тела мудрые, это стыдливость. Это именно то, чего мне довольно часто, им это неприятно слушать напросто. А, говорят, это такая культура была. Павел во той культуре жил. Павел никогда не проповедовал культуру. Он проповедовал христианство, он проповедовал благовестие Божие. Он не ориентировался ни на какой культуры абсолютно. И он нигде о ней не упоминает. Если он говорит о чем-то, он сразу с моралью, со Словом Божьим, но никак не с культурой. Мы не можем ориентироваться на культуру современной. Пусть даже она неизвестно, что предлагает нам. У нас есть та культура, вечная культура, Божья культура, которую Бог оставил для нас. А Господь не изменяется. Вы, наверное, не один раз слышали, и сегодня еще повторю, что Иисус Христос вчера, сегодня и что? И вовеки тот же. И сегодня мы уже не говорим о том, что нельзя одевать там, допустим, одежду, которая из льна и из шерсти. Мы говорим, прилично должно быть. Как прилично святым? А что уже там оденешь? Что хочешь? Но оно не должно быть щеточкой. Вы помните, говорят, паутины их для одежды какие? Кто помнит? Исайя говорит, паутины их для одежды негодные. Негодные. Потому что они ничего не скрывают абсолютно. И вот на это мы обращаем как раз внимание. А уже из чего мы сегодня ткем? Как мы сегодня эту одежду? Это другой вопрос совершенно. Он не касается вот той глубины, которой мы сегодня говорим, о морали, о чистоте сердца человеческого. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы поняли, что вот Слово Божие, которое мы читаем, это даже не то, что я в проповеде говорю. Это даже не то, что проповедник говорит. Это то, что написано. И я просто-напросто не имею права переступить этих границ. Это образец. Это образец. И сегодня в мире все построено на образцах. Когда мы идем к врачу, он знает образец здоровой печени, она у тебя будет увеличена. Правда? Почему? Он становился образцем. Его научили. Печень должна быть такая. Сердце и желудочек вот такие пропорции должны быть образец. Он глянул на него и говорит у тебя увеличен желудочек. Почему он так сказал? Потому что он образец знает. И уже подобием его не свернешь. Ведь сердце тоже у нас разное по размеру. Правда? мы разные. И печень разная бывает. Но они образец знают. Они поглядели и сказали гляну ага что у тебя болезнь? Посмотрели на глаза и сказали у тебя вот такая такая болезнь. Они знают образец. Если не знаешь образца ты ничего не делаешь. Строит кто-то здание строители. Архитектор дал им размеры все. Они знают что они строят. И не перелачат эти границы. Потому что будет что-то нарушено. Или акустика или что-то. Ну я не строитель, но я знаю что что-то может нарушиться если неправильно делают. Образец есть для нас сегодня. Норма нашего поведения есть образец который не зависит от времени не зависит от культуры нашей ничего не зависит есть у нас Слово Божие. И Павел говорит держись образца здравоучения которое ты слышал от меня. И Павел настолько твердо все это знал вот этот образец. Вы помните послание к Галатам когда там что-то стали навязывать другое закон стали привносить попытались сочетать одно с другим то Павел сказал так если даже мы или ангел с неба стали вам проповедовать не то что вы приняли да будет анафема если даже мы сегодня стали говорить другое что вчера говорили не принимайте я вам дал образец который не меняется держись образца здравоучения который ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе без веры и без любви во Христе невозможно это образец передать так как положено вы сами знаете с одним можете поговорить и принять от него а другого то же самое но не принимали что что-то вот было такое или дух не тот был или это было навязывание какое-то но оно не принимается и Павел говорит с любовью с верой и любовью во Христе Иисусе тогда можно что-то делать если эти два элемента отсутствуют ничего не сделаешь храни добрый залог духом святым живущим в нас вот то о чем я говорил я уже останавливаться не буду на этом тексте писания ты знаешь вот это наверное тоже какая-то боль была особенно для апостола Павла ты знаешь что все ащийские оставили меня в числе их фигел и ермоген вот при всем том что апостол Павел никогда не любил жаловаться и основной его целью было дать учение он почему-то в это трудное время отметил вот знай может быть по этой причине он писал Тимофею не стыдись меня узника Христового страдать благовещием Христовым говорит все ащийские оставили меня в числе их фигел и ермоген вот почему апостол Павел их выделил наверное он их считал более надежными чем другие или может быть они были более авторитетные среди тех кто его оставил но он здесь наверное не с радостью пишет будучи в тюрьме когда это было было ли это может быть до заключения или может быть Павла разрешали посещать то время интересно там тюрьмы были с одной стороны могли заковаться в кандалы а потом разрешить приходить к воину всякое бывало и в то время нормы своеобразные были но как бы там ни было вот то что Павел писал и он подручал Симофея ты хоть так не делай вообще не то что со мной а вообще в жизни знаю что все очистки меня оставили и в чаши их видел и Ермоген да даст Господь милость дому Анисифара за что за то что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих но побыл в Риме с великим щанием искал меня и нашел одни оставляли а другие искали и вот это с великим щанием говорит о многом если бы он просто так поискал может быть он его и не нашел бы если это было без тщательности нашел это не совсем то а вот то с великим щанием нашел это говорило о искренности Анисифара с великим щанием и нашел я может быть когда-то проводил этот пример я сегодня его еще раз проведу что значит с великим щанием и нашел то есть добился цели я когда еще жил в Несвеже я тогда отвечал за духовную работу по Белоруссии ну и как всегда иногда я приезжал не предупредивши я сегодня так люблю делать потому что когда приедешь соберутся в всей округе и вообще не разберешься кто там как собираются что но я приехал в одну церковь недалеко это даже не в нашей области вы не ищите себя приезжаем в день который назначенный это была среда сидит один пастор больше никого нет я говорю а что у вас собрание отменили не говорит не отменили а что людей нет ну не приходят а вы им говорили чтобы они приходили а зачем у меня работы дома много я сам посижу тоже пойду домой это была безответственность если они поискал и не нашел что пошел бы то можно было расценить как просто сам себя успокоил ну я хотел я искал но просто не получилось так и этот брат тогда вы или отменяйте или давай говори он сам себе успокоился я проходил а что другие не пришли это не мое дело а что я им говорить что они не знают по сути дела это нечто похожее на лукавство я вообще и сам готов не быть ну я не могу я пастор я должен быть ну а если никого нет ну слава богу мне тоже дома работы хватит я брошу и пойду и спокойно совесть никого не было что буду делать так поэтому это с великим чайном искал и нашел оно о многом говорит за анисифора он не просто так вот хотел что-то сделать поверхностно так сказать успокоить себя какую-то рекламу перед другими людьми он искал его и нашел вот с великим чайном а великое чтение это уже искренность это уже ответственность это уже нелегкомыслие это именно человек хорошо понимал ну ценность того труда который он делает и Павел говорит здесь да даст Господь милость дому анисифора за то что он многократно покоил меня наверное я так не сказал бы я не считаю себя чем-то из-за меня там что-то кому-то что-то но Павел как апостол и это было не бахвальство чтобы написать что иногда от человека что-то зависит ну что зависит мы каждый должны делать свою часть работы так как можно делать как доступно нам и если бы действительно Павла не поддерживали мог бы он столько сделать не мог бы а если бы его поддерживали всегда он еще больше сделал бы но он должен был иногда и сам питаться потому что понимали так что Павел ну я ни разу хитрый человек который нашел легкий способ заработать деньги и жить безбедно хотя безбедно ну как тут скажешь Николай собрался и пошел и так далее и так далее постоянно в каком-то движении был поэтому Павел в назидание нам сегодня говорит когда мы заботимся друг о друге тогда Бог проявит милость потому что мы ценны в глазах Божьих если мы ценны в своих глазах если мы цену себе набиваем тогда грош нам цена но с точки зрения Божьей я смело могу сказать что каждый из вас имеет огромную ценность в глазах Божьих и потом заботясь друг о друге мы приобретаем милость от Господа блаженны милостивые они будут помилованы он милует и взаимы дает поэтому очень много об этом написано поэтому я хотел бы чтобы мы сегодня обратили внимание на слова Павла которые он сказал перед Господом и которые мы сегодня читаем сначала назвал тех которые оставили а потом тех которые искали и сказал да даст Господь милость дома они за то что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих но был в Риме с великим кщанием искал меня и нашел да даст ему Господь обрести милость у Господа в он и день а он и день то день пришествия Господа за свои возлюбленные за невесты потому что если мы делаем что-то ради каких-то ну целей временных это ну не совсем правильное мышление хотели бы или не хотели но все временное проходит и наступает день когда временность меняется вечным и нам самое важное иметь так сказать ну готовность встречать Христа в этот день если нам придется умирать чтобы были готовы к этому переходу и тогда в тот он и день ничего уже не поменяется да даст Господь обрести да даст ему Господь обрести милость Господа в он и день а сколько он служил мне в Ефесе ты лучше знаешь поэтому вот эти все вот истины которые апостол Павел здесь отметил мне хотелось бы чтобы мы в свое сердце приняли по сути дело здесь говорится об взаимоотношениях наших живем на земле разные трудности разные проблемы разные переживания ну и апостол Павел на своем примере показывает что не надо стесняться друг друга не так то просто было но был в Риме с великим щанием искал меня и нашел и покоил меня и не стыдился уз моих вот вот этот стыд как раз Павел несколько раз говорит об этом чтобы найти Павла надо было расспрашивать где Павел это же не то что допустим что Павел с какой-то пометкой был как мобильный телефон сегодня у нас есть нас найдешь везде только дай туда точно квадрат укажешь где ты находишь у него не было этого нам было спрашивать Павла не знаете где Павел какой Павел а это тот Павел который сидит знаем знаем это ты его ищешь знаем мы его знаем Павла пошел дальше вы знаете когда мы кого-то ищем а нам о нем говорят некрасиво иногда и стыдно бывает правда мы то думаем что когда скажем что нам допустим ну брат Миша для меня для кого не но все понятно а что такое зачем же я уже спрашивал даже неприятно и выслушивать неприятное и вообще это неприятные вещи он не стыдился он искал и нашел и потом искал не просто с великим мшанием искал да даст ему Господь обрести милость Господа вон и день а сколько он служил мне в Ефесе ты лучше знаешь то есть он его знал давно и асийские тоже знали давно Павла так что здесь немножко разница была ну в чем-то таком ну не совсем открытом на сегодняшний день знали все то же самое Димас вы помните а Димас оставил меня возлюбил в нынешний век и пошел в Фессалонику кресткент в Галатию сид в Далматию один Лукасом вот вот часто Павел оставался Бог еще кто-то ну и кончали обычно апостолы не не хоронили их так как мы хороним своих братьев с оркестром так далее кто кто в тюрьме кому где-то голову сняли кто где-то без известности погиб в конце пути поэтому мы неплохое время живем и жить хорошо и жизнь хороша помните не кто говорил ну и часто бываем недовольны чем-то он наверное упущил свой собственного характера я немножко пару стихов возьму со второй главы и так укрепляйся сын мой благодати христом иисусом вот тоже интересный текст благодати во христе или благодати христом иисусом и стой с другой стороны посмотришь христос дает благодать и он умеет укоренять и утверждать благодати а как он укрепляет укореняет это старая мышь которую я хочу сказать мы тогда укореняемся и тогда укрепляемся когда нас пытаются выдрать с корнем когда нас никто не трогает мы не можем укорениться парадокс но это так нас часто смущают из области учения мы начинаем глубже копать почему сказали разбили сердце а как это так за Библию сразу раз раз пошел пошел ага вот оно глубже корень почему если бы не карчевали если бы не вырывали у нас не было нужды укореняться а так мы хорошо понимаем чем мы глубже пустим корни тем трудно будет вырвать а мелкое оно есть мелкое оно так часто бывает уже не буду говорить где потому что я точно не скажу ну наверное приблизительно лет 80 брату лет 30 был пастором и пошел танцевать но я не знаю как это неукорененно неукорененно оказывается что стаж и возраст это 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 не совсем говорит о том укоренен неукоренен может у него характер такой может быть но может быть но факт остается фактом корня нет я рассказывал недавно потому вот тут укрепляющая благодать я взял немножко другого укореняющая это важно это не так то просто все тоже это были первые годы моего уверования только когда один из братьев пастор пятидесятинской церкви вот та еще что ревня на квартире жил она в армигу пропаде исцеление получила а потом прошло время он говорит никакой души нет воскресения мертвых нет и начинает меня переубеждать что нет этого ничего и как-то лежал я правда этого не сказал но вот еще короткое время и ты узнаешь есть или нет прошла неделя и он умер я не знаю что можно говорить допустим о спасении я во первых не эксперт и мне особо не важный вопрос где он но самое важное вот начало было хорошее а корня не было не было корня потому что если корень глубокий ничего не сделаешь поэтому вот эту укрепляйся сын мой благодать крестом иисусом это очень важный текст и это очень важная мысль мы часто живем идем к вечности и мы не думаем что может быть придет время когда нас кто-то попытается переубедить это эквивалент переубедить и выкорчевать или веру отнять это то же самое и потому чтобы иметь корень глубокий надо укореняться надо просить Господа об этом ну и конечно Бог это сделает но это не всегда легко бывает поэтому пусть Господь у нас был уже без 15 сегодня пост тоже мы будем молиться будем за все благодарить Господа и пусть в сегодняшней наше сердце изменится как глина под печать аминь